На скамье подсудимых двое жителей Шимкента, главный обвиняемый, 48-летний Халмурат Раметов, первоначально обвинялся в совершении убийства с особой жестокостью. Однако в ходе суда прокурор переквалифицировал обвинение на убийство. Его сообщник, 49-летний Алим Елибаев, привлекался по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью и укрывательства преступления». Оба обвиняемых сегодня были признаны виновными. Убийство произошло в авторитетах. Время новогодних праздников, 2 января, 44-летний Михаил Самсонов зашел в гости к друзьям в поселке Тогус. Вечером отправился в магазин. «Он пришел к гости к нам, к моему сыну, отдыхали, а потом вечером ему пошел в разведку, где-то полдесятого вечера, дождь сильный шел. И там на этих ребят нарвался. И в общем смерть нашел себе». На почве банальной ссоры между мужчинами завязалась драка, которая переросла в убийство. Михаил был забит до смерти. Его труп на следующий день случайно обнаружил работница сельской аптеки. Все подозреваемые были установлены в течение нескольких дней. На оглашение приговора мать убитого Михаила, Лидия Ивановна, прийти не смогла. Женщина оказалась в больнице с сердечным приступом. По словам знакомых матери Михаила, родственники подозреваемых требовали у нее забрать заявление. «Начали на нее это самое, забери заявление, забери заявление. Она говорит, как я заберу, я не подавала. Когда бывает это самое, как найдут труп, уже заводят дело. Поэтому она не подавала. А они вот так на нее это самое. И она вообще расстроилась, попала в больницу. А где она сейчас, в каком она состоянии? Ну порог сердца у нее. И это, почки отказывает, отекла. И теперь это самое, на гемодиализе будет. Осталась одна. И вот она говорит, и меня сына убили, и меня убили». Приговор еще не ступил в законную силу. И у стороны осужденных, и у потерпевших есть право подать апелляцию.